У нас пошел, блин, контроль. Смотрите, смотрите, ну это микро, просто каждый сталкер один. Смотрите, смотрите, просто какой микроконтроль. То есть тут 4 иммортала. Смотри, а 3 500 АПМ было. А 3 с половиной тысячи АПМа. Всем привет, с вами Тед, и сегодня мы поговорим про читы. Читы в Старкрафт 2. Я хотел сделать для вас классный ролик, в котором я бы разобрал такой популярный чит, как мапхак. Мапхак, он позволяет видеть все, что происходит на карте. А так как Старкрафт это игра с ограниченным набором знаний, то есть нам нужно получать какую-то информацию, а в Старкрафте информация ограничена туманом войны и прочей всей историей, то мы можем, естественно, не давать сопернику получать информацию, и это суперсильное преимущество, если мы просто видим все, что делает наш соперник. Почему меня заинтересовала эта тема? Близзард конкретно забили на Старкрафт 2, и это могло подстегнуть, естественно, читеров, что, о, на игру забили, можно спокойненько сейчас немножко читов подделать, то есть их не будут так быстро, возможно, банить или еще что-то. Исследование завершилось весьма успешно тем, что мапхакеров почти нет. Если вам кажется, что против вас играет читер, вы, скорее всего, ошибаетесь. Есть пара ребят, которые играют на уровне Грандмастера с читом этим, есть немножко ребят, которые играют ниже, но вряд ли вы с ними часто будете попадаться, и, ну, вряд ли это им дает реально какое-то преимущество, вряд ли они хорошо понимают игру, чтобы это им реально давало преимущество. Читы все эти, они там платные, тяжело распространяются, очень-очень-очень сложно, короче, нормально, читеров особо нет. Поэтому я думаю, ладно, ну что, из этого ролик сильно не сделать, надо что-то придумать. И, ребята, что я вам скажу, теперь Тед Читер. Раз читов на Старкрафт у нас нету, я их сделал сам. Ну, естественно, я не программист, поэтому мой уровень читов, к сожалению, вас вряд ли сильно поразит, но посмотрите такую ситуацию. К примеру, куча сталкеров против кучи бейнов. Конкретно, 152 бейлинга против 50 сталкеров. Получается, вот так вот бейлинги вкатываются в сталкеров, и, ну, вот, вот, в принципе, выиграли бейлинги, потому что этого сталкера осталось на один взрыв. Обычно бейлинги выигрывают. Но я сделал автоматический блинг, просто посмотрите, как он классно работает. То есть у нас катятся бейлинги, мы готовы уворачиваться, и у нас пошел блинг-контроль. Смотрите, смотрите, ну, это микро, просто каждый сталкер отдельно выблинкивается. И это намного больше повышает наши шансы выжить, естественно. В таком сражении интересно еще это смотрится вот в такой вот, например, штуке, где у нас просто много сталкеров против другого количества много сталкеров. И, собственно, вот, обычно нам надо руками это делать, но смотрите на курсор. Просто каждый сталкер, который пробит, он просто появляется на курсоре и идет дальше сражаться. Вот такой вот классный микро-контроль, как вы видите, блинком. Можно одной рукой контролить, второй, например, пить кофе, пока сталкеры микрятся. Очень прикольно. Очень забавный вот такой вот у нас читок получился. Ну вот, это чит номер один. И чит номер два. Чит номер два, сейчас я вам его покажу на арене, покажу на арене за Терана, за Терана со стимпаком. Смотрите, получается, что у нас есть. Что у нас есть? У нас есть Теран, у которого есть стимпак. Классическая вещь, которая часто происходит в ваших играх. То есть у Теранов появляется стимпак. И, как вы знаете, многие Тераны очень часто гордятся тем, что они умеют бегать вот так вот. Типа нажать на стимпак и вот так вот бегать, нажимать правый клик-а-клик. Но на самом деле, многие из них нажимают это очень быстро. То есть вот так вот. Вот так вот нажимается. И в чем прикол? Когда ты жмешь очень быстро, проскакивают какие-то атаки мимо. То есть не все атаки идут эффективно. Какие-то марики не атакуют или они останавливаются лишний раз. Вот. И что я сделал? Я просчитал атаку марика под стимпаком, точные тайминги. Как нам нужно нажимать кнопку. И сделал вот такой вот классный, так сказать, макрос. Вот смотрите. Видите? Я вам показываю класс. Смотрите, как у нас микрятся марики. То есть идеально между каждой атакой они стоят и атакуют под стимпаком. Без стимпака тоже двигаются. Без стимпака немножко излишний раз иногда останавливаются. Но это не проблема. То есть можно так и без стимпака микрить. Вот. То есть все микрится, как видите, по курсору. То есть курсор сюда поставили. Держим кнопку и у нас идет идеальный микроконтроль. Вот такие вот два чита. И я думаю, можно поприкалываться, ребята, и посмотреть, как это будет на ладере смотреться. Так, ну что, сейчас начнется, начнется сражение. Не знаю, это ждет батарейки по тонке. То есть здесь вообще полный, полный фарш, парня. Сейчас начнем сражение. Мне кажется, жестко. Мне кажется, жестко. То есть вот эту часть мы полностью перемикрили. Все, идем. Идем в атаку. Я просто, у меня сталкивало так много, что я, наверное, даже на бой не буду смотреть. Смотрите, 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 просто какой микроконтроль. То есть тут четыре иммортала. Четыре иммортала мы размикрили с батарейками и по тонками. Какая дичь. Смотрите, смотрите, сейчас показываю полным экраном, чтобы было видно, как это было. Это было прикольно. Смотрите, смотрите просто, как это выглядит жестко. Смотрите на красных сталкеров внимательно. Просто какой размикр, тотальнейший, тотальнейший размикра. Немножко АПМчик палится, да? Три косаря, три 500 АПМ было. Три с половиной тысячи АПМа. О, да. Это было жестким. Так, ну что, теперь попробуем затеряно. Короче, соперник рандом. Соперник наш рандом. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Соперник рандом. Я не знаю. Смотрите. За ТОСы все понятно, все прикольно. То есть там можно играть макро сталкеров, чист сталкеров. Ну, лучше макро, потому что очень сильно работает, конечно же, когда сталкеров очень много. Затеррано, нужно просто тайминг атаки какие-то играть. Вот. Как обычно, я все подрежу, что неинтересно, если я где-то буду замолкать, например, и молчать. Вот. Но я вам пока предлагаю в комментах вправить войну, да, небольшую. А именно, подискутировать вот на тему, насколько я жесткий читер, типа, и как я порчу ладеру существования, или... А ладно, это прикольно смотрится, и, ну, забавно посмотреть на вот эту баталию, где куча сталкеров постоянно прыгают, да, там, например, что-то такое. И вы хотите, например, еще такого контентика. Вот этот самый главный вопрос на сегодня у нас. То есть хотите ли вы еще контента, так сказать, с читами на ладере? Вот. Или не стоит? То есть это был такой, как говорится, по приколу проект. Вот. И, ну, я думаю, что, возможно, я чуть-чуть поиграю. Если получится прикольные игры, я вам их покажу. Вот. Поэтому вы обязательно, обязательно в комментики ныряйте и устроите там катавасию, тотальную просто, тотальную катавасию. О том, стоит ли продолжать еще контентик с читами или нет. Мы против зерга. Против зерга это интересно достаточно. То есть против терана точно надо быть что-то, что-то придумывать. Какой-то определенный билд. Вот. Но против зерга это, я думаю, мы можем себе позволить просто банально вот так вот просто приходить, как говорится. Так, нас пытались пушить. И сейчас начнется очень интересная история. Потому что, ребята, сейчас мы увидим очень-очень-очень-очень жесткую просто аннигиляцию зерга, я думаю. Я думаю, вы такого просто еще не видели. То есть Мару, Бьян, ребята, Мару, Бьян такого еще никогда не делали, потому что просто, ну, это нереально. Это просто нереально, что сейчас будет. Так, все, мы собрали свою армию. Посмотрите, у нас просто, просто куча мариков. Просто куча мариков. Прожимаем стимпака. Смотрите, смотрите, как мы бежим. Он просто, он просто через паузу ливает. Посмотрите, просто через паузу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Просто какой АПМ. Какой, какой был АПМ. Смотрите, вот у нас до этого была соточка, все было нормально. Все было нормально до этого, сотка АПМа. Только мы пришли в атаку. У нас уже, уже, уже под 700, под 800, под 1000 АПМа, короче, начинает стрелять. Это жестко. Вот так вот, 1000 АПМ теран. Может такое быть. Такое может быть. Я, конечно же, против читов, потому что это соревновательная игра. И нужно играть честно. И в этом весь интерес соревнования на самом деле. Вот. Но, надеюсь, вам все равно понравился вот этот форматик. Вот такой вот прикольная штука получилась, интересная. Немножко зрелищная где-то. Ну, а с вами был Тед. Всем до новых встреч. Оставляйте свои лайки. Дизлайки, я думаю, тоже наловим. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.